вот это помните это с другой оперы совсем другая тоже это самая раскрученный сайт и вот там вот где про летнюю обрезку я покритиковал так вот я покритиковал летнюю обрезку реакция была вот этой светланы которая моим понятием тоже из такой же породы какая грамотная неграмотная она пишет можно и нужно делать но правильно а этот смертельный совет летнюю обрезку она а если сделать правильно то получается можно я и так и так хожу вокруг как сделать правильно если один процент из ста ну где-то ветку зачем отрезать может быть ради летом что делать летом делаю такую уроку то есть прививка почкой вот предупреждал мичурин много резать нельзя он знает прошлые времена проходили что нельзя делать резку летнюю обрезку что она кончается тем что деревья не успевает войти в зиму они перестают перестают готовиться к земле и уходят в зиму и не подготовлено и умирает я уже мичурина взял это нашелся все недавно месяц назад я нашел это почерпнул спасибо с помойки привезу книгу в помойке правильно вот она взяла меня по правилам понимаете я дурак можно делать сколько беды нанесли ведь главное пишут заставляет или делать заставляют хотите перевести на это насветение на чтобы на следующий год засвела наставая ветка после лета отрезать и полветки точно засветит вот это же не кавказ это же не сочи это же не хрым когда ж она успеет то про перестроиться и за полный цикл перестроиться и так-то деревья наши миллионами гибнут из-за того что они все они все уезжали все ну найдете где-то там тысячи лет тысячу лет где-то есть этот самый терн растет тысячи лет в каком-то месте неизвестно чисто дикие сибирьки в сибирь растут только у них плоды вот такие как у меня ногти вот а что еще есть заброшенных садах дикие яблони отечащие все ни хрена в садах нету нет продолжает вот это вот ну кто ты светлана кто ты зачем телезер где ничего не понимаешь дела железо по правилам ну вот это то что я чуть-чуть забегая вперед сказал манилиальный ожог косточка какой хрен ожог смотрите вы чё диагноз поставили а я знаете как позже хотел было такая мы скоро закончим поэтому разговорился вот гаска не считали чтобы это наталья медведева кашика прочитала я бы поставил бы миллион против одного рубля что никогда поспорил бы что никогда не читала а у гаска было этот самый медик у них части воинской у всех лечил одним лекарством только одно поняли а даже стыдно произносить а вспомним этого самого незнайку в стане этих самых как мало коротышек помнили а помните их медика тоже всех этим лекарством учил десятки причин я только десяток называл манилиальный ожог ну ничего другого не знаю вы зубы или слово то какое умное нереально грибность гриб да ну где вы гриб видели ну покажите вы можете сказать что каждая загнулась вы поверите мне железу что причина что вот здесь вот высохли и погибли цветы и листья не распустились вокруг то видите я всегда внимание на дальний план деревья то давно распустились что причина что не катились и покрыты этим манилиальным ожогом вы можете представить что такое из чего ради то если тут же соседнее дерево может расти как ничем не бывало и чего мне не придумали манилиальный ожог но только касторкой в этот проект медика медикам если вы прочница то вас бы одно бы знали что касторкой можно любого человека вылечить знаете почему сразу выздоровеет страха вот так вот грибок манили те хоть выдели этот грибов хоть раз жизни хоть видели его грибок то это ну грибок на каждом листике на каждой цветочной почки это эпидемия я все понял что тут тысячи деревьев такие же я все понял грибов на вас и напасешься на вашу эту на ваш диагноз грибов не напасешься вы хоть знаете что грибок начинается спорта самая с чего начинается ну мне свои семена есть где на этот труд я уже дальше него